Добрый вечер на телеканале Енисей новости, в студии Александр Дьеков. И вот главные темы этого дня. Губернатор Виктор Толоконский встретился с руководителями краевых предприятий пищевой промышленности. Какие задачи поставил им глава региона? Найти здесь дополнительные меры государственного стимулирования мы должны. Оставаться на том уровне, на котором мы сейчас находимся, в этих сферах недостаточно. В Железногорске зафиксированы первые в крае случаи заражения свиным гриппом. Какой прогноз дают специалисты Роспотребнадзора? Вот эти двое детей, у которых выявлен этот грипп, клиника была УРЗ средней тяжести. Естественно, интоксикационный синдром, то есть головные боли, мышечные боли, гипертермический синдром, повышение температуры. Выросший курс доллара вызывает у жителей края множество вопросов от своей временности крупных покупок и заграничного отдыха до развития бизнеса. Какие советы дают эксперты? Чтобы были какие-то очереди в кассах или ажиотаж по покупке долларов и евро, ну, в этом году я могу сказать, что все проходит гладко и спокойно. Молодая женщина при попытке сделать эффектный снимок разрушила одну из самых красивых ледовых фигур на набережной Енисея в Красноярске. Что ей грозит? То, что мы видим с вами, увы, пример непонимания хрупкости материалов. Кажется, ну что тут такая огромная скульптура, ну это же лед, что с ним станется? Сегодня губернатор края Виктор Толоконский встретился с руководителями предприятий пищевой промышленности. Основная тема обсуждения – развитие отрасли. Как рассказал председатель Союза промышленников и предпринимателей края Михаил Васильев, в регионе много производят сырья, например, зерна или овощей. Однако не хватает перерабатывающих заводов. В этом заложен реальный потенциал роста экономики сельского хозяйства. А вот тем перерабатывающим предприятиям, которые есть, до сих пор сложно взаимодействовать с крупными торговыми сетями. Их интересуют крупные товарные партии продуктов. И не важно, какого происхождения они, потому что самолеты, вертолеты, пароходы – все у них в руках, и всю эту логистику они способны делать. А тот, кто производит небольшие объемы – фермерское хозяйство, небольшая перерабатывающая фабричка, небольшой кооператив – им очень сложно выдержать режим поставки, сроки поставки и качество, стандартное качество поставки одинаковых партий продуктов. Как отметил губернатор Виктор Толоконский, в этом году для краевой власти остается приоритет по стабилизации цен на продовольственные товары. Для этого будут организованы многочисленные ярмарки и базары. А кроме развития переработки, необходимо наращивать производство молока и мяса. А по ряду продуктов, которые в крае производят с избытком, выходить на рынки соседних регионов. Найти здесь дополнительные меры государственного стимулирования мы должны. Оставаться на том уровне, на котором мы сейчас находимся, в этих сферах недостаточно. Тем более, я всегда переживаю, что мы слабо используем свое здесь и географическое расположение, потому что восточнее нас уже продовольствия особого нет. И по-хорошему можно ставить большие задачи по региональному экспорту, региональной экспансии. Ситуация на валютном рынке – одна из главных тем этой недели. Курсы доллара и евро практически все время росли, а накануне и вовсе совершили скачок. Сегодня, после открытия торгов, рубль несколько отыграл это падение, но ситуация по-прежнему остается нестабильной. Моя коллега Анна Московских встретилась с экспертами, чтобы выяснить, как сохранить сбережения, нужно ли совершать крупные покупки и почему в кризисное время бизнес способен эффективно развиваться. Обменные курсы валют резко поползли вверх накануне. Официальная цена доллара подскочила сразу на 4 пункта и составила 83 рубля 59 копеек. В банках же единицу американской валюты предлагают и того дороже, где-то почти 86, а где-то даже почти за 88 рублей. Сейчас, говорят банкиры, очередные скачки люди воспринимают спокойно. Никаких очередей из желающих купить валюту или реализовать запас иностранных денег по выгодной цене в финансовых учреждениях нет. Единственная какая тенденция наблюдается, что когда у населения заканчиваются сроки по рублевым вкладам, они частично перекладываются в валюту. Чтобы были какие-то очереди в кассах или ажиотаж по покупке долларов и евро, ну, в этом году я могу сказать, что все проходит гладко и спокойно. Нет, паники никакой нет, ее и быть не может, и ажиотажного спроса никакого мы не отмечаем, потому что вот если бы резко упала бы валюта до 50 рублей, то можно было бы сказать, что народ повалил и решил срочно купить, в ожидании чего-то там, что назад может быть хуже. А поскольку валюта очень сильно выросла за последнее время, то и никакого ажиотажного спроса нет. Финансовые аналитики дают советы, как поступить в нынешней нестабильной ситуации, чтобы не прогадать и сохранить свои сбережения. Что касается инструмента, который более-менее позволит сохранить, это государственные облигации, потому что на сегодняшний день они привязаны к ключевой ставке. И если сейчас ключевая ставка 11% годовых, то мы, соответственно, можем получить по этим облигациям 11-12% годовых. Сейчас эти облигации предлагают доходность вплоть до 14, можно найти. Но она будет постепенно снижаться, но не так быстро, как у банков. Чтобы уверенность себя чувствовать в этой ситуации, свои сбережения изначально лучше разделять на несколько корзин. Это рублевая корзина и валютная корзина. Тогда при этих колебаниях вы будете спокойно смотреть на телевизор и попивать чай. Не нервничать в этом случае. А сейчас определить для себя, какие у вас расходы будут, какие у вас сбережения можно, и придерживаться этого правил. И в данном случае все-таки не рисковать. Большинству бы я посоветовал не рисковать. Колебания курса отражаются на большинстве сфер жизни. В первую очередь, это, конечно, импортные продукты. Ритейлеры отмечают и изменение спроса. Люди стали меньше покупать дорогих заграничных сыров и других деликатесов. До сих пор торговым сетям удавалось сдерживать цены по многим позициям. Будет принято повышение на товары бытовой химии и на детское питание. Здесь все также объяснимо. Есть весомая доля импорта. И поставщики в предыдущем году, в 2015, удерживали как могли. Но мы со своей стороны тоже не принимали никаких повышений. Здесь уже никуда от этого не деться. В рамках 10% это будет принято повышение. Это будет не раньше февраля. Импортная техника также остро реагирует на курсовые колебания. По сообщениям федеральных СМИ, россияне вновь стали массово скупать стиральные машинки и телефоны. В красноярских магазинах никакого всплеска спроса не наблюдают. И говорят, если вы планировали покупку, к примеру, нового телевизора на ближайшее время, это лучше сделать сейчас. А закупать впрок электронику смысла нет. Кроме того, для самих предпринимателей кризис – это время, когда нужно искать новые подходы в организации бизнеса. Когда покупательская способность снижается, и традиционные методы заработка денег, то есть они уже не приносят никакой отдачи, как это было, например, 2-3 года назад, то на сегодняшний день приходится придумать очень много вещей. То есть чаще всего это поиск альтернатив за меньшие деньги. То есть мы, например, очень серьезно занялись ремонтом, очень серьезно занялись трейдином. То есть приходится предлагать нашим клиентам такие сервисы, которые в сытое время, ой, что-то руки не дошли. То есть в настоящий момент, конечно, у всех руки доходят, все магазины начинают улыбаться лучше, все магазины начинают говорить, как у вас дела, пожалуйста, проходите и так далее. Представители туристической отрасли говорят, нестабильность валют не влияет на желание путешествовать. Отказов от забронированных туров нет. Страны, с которыми мы работаем, учитывают этот момент и автоматически немножечко снижают стоимость тура в долларовом эквиваленте. И вот эта разница от 5 до 15 процентов, которая у нас есть за счет скачка доллара, она частично гасится. А вот с автомобильным рынком ситуация иная. Новые машины однозначно прибавят в стоимости. И пока эксперты не решаются прогнозировать, насколько. На сегодняшний день у нас есть автомобиль еще от 15-го года, который можно приобрести по ценам 15-го года. Это будет выгодная покупка для многих, у кого был отложен спрос на автомобили, либо хотел приобрести автомобиль еще. То есть цены будут только расти. Ну и, конечно, не может не сказаться нестабильный курс и на бюджете. Его верстали из прогноза цены за доллар примерно в 60 рублей. Красноярский край, если не брать федеральный бюджет, а брать региональный, он скорее выигрывает от того, что расслабляется рубль, просто потому что наши экспортеры продают свой никель, свой алюминий и так далее за валюту, за доллары, получают большую рублевую выручку и, соответственно, рублей больше становится в бюджете. Да, этот рубль меньше стоит, мы это понимаем, но, тем не менее, перекрывается это увеличение выручки, тем обесценивает то обесценивание рубля, которое происходит. И это, кстати, большое преимущество нашего края, потому что в регионах, где нет крупных предприятий-экспортеров, ситуация с бюджетом складывается менее благополучно. Анна Московских, Александр Ловицкий, Дина Володина, Андрей Крупнов, Алексей Гусев и Всеволод Никитин. Новости. Бывший руководитель Красноярского музейного центра Михаил Шубский может стать президентом музея. Накануне эту должность ему предложила министр культуры края Елена Мироненко. Вот что по этому поводу говорит сам Михаил Шубский. Все-таки решение какой-то проблемы. Поэтому, мне кажется, конечно, нормально. У меня главная музейка, который, как поется, ждет, работает. И слава Богу. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю. Какими будут суббота и воскресенье, и когда в край вернутся сильные морозы, расскажем далее. В Красноярском крае зарегистрированы первые случаи свиного гриппа. Заболевшие двое детей из Железногорска. Младшему 2,5 года, старшему 16. Грипп обнаружили у детей, когда они попали на лечение с диагнозом ОРЗ в детский стационар. Забор биологических материалов показал штамм вируса А, H1N1. Сейчас дети еще находятся в инфекционном отделении, но, по словам специалистов, их состояние здоровья стабильное. По словам главного санитарного врача Железногорска, поводов для паники нет. Свиным гриппом россияне болеют с 2009 года. Но в этом году заболеваемость выросла. Поэтому нужно обратить особое внимание на профилактику. Соблюдать правила личной гигиены, чаще проветривать помещение, мыть руки и не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам. Вот эти двое детей, у которых выявлен этот грипп, клиника была ОРЗ средней тяжести. Естественно, интоксикационный синдром, то есть головные боли, мышечные боли, гипертермический синдром, повышение температуры. Заболели один 13-го, другой 15-го января, то есть уже после нового года. Я вас уверяю, что не два случая. Наверняка их больше просто не обследуют всех больных ОРЗ. Для нас это показатель того, что пора проводить противопадемические мероприятия и проявлять должную настороженность. Были взяты анализы, и вчера лабораторно выделено РНК вируса гриппа H1N1. На сегодняшний день дети находятся в нормальном состоянии и готовятся к выписке. В городе Железногорске ситуация стабильная, спокойная. Никакого ажиотажа, ничего нет. Решения эпид-порога у нас нет ни по населению, ни по остальным группам, ни по детям, ни по взрослым. Нет, очень низкий эпид-порог. После теплых выходных в Красноярск вновь вернутся морозы. По прогнозам синоптиков, ночью в субботу температура опустится до минус 15-17 градусов. Днем воздух прогреется до минус 12 градусов. В воскресенье ожидается небольшой снег. Ночь будет теплее, минус 15-17 градусов. Днем синоптики также ожидают около минус 12. Однако уже в понедельник в городе вновь похолодает. Уже в ночь на понедельник столбик термометра покажет минус 28 градусов. Днем не больше минус 20. Холода постоят в городе до конца следующей рабочей недели. При этом ночью температура может опускаться и до минус 30. В начале следующей недели за холодным фронтом ожидаем вторжение холода с севера. Опять будет понижение температуры. Ночные, преобладающие температурой ночью 23-28 и местами до 38, это по востоку. А дневные порядки составят 17-22 градуса, по востоку до 30. Примерно на первую половину следующей недели. И это будет связано с тем, что на Западной Сибири восстанавливается очередной высотный гребень, который блокирует проникновение теплых воздушных масс на нашу территорию. В связи с изменением погоды сотрудники ГАИ напоминают автовладельцам о необходимости соблюдать осторожность при выезде на краевые трассы. Потепление будет кратковременным и за городом может образоваться гололедица и снежный накат. Дорожные полицейские советуют воздержаться от любых резких маневров. Также рекомендуется проверить тормоза, залить в омыватель незамерзайку и, конечно же, соблюдать максимальную осторожность и не нарушать скоростной режим. На выходных на выездах из города будут дежурить дополнительные экипажи ДПС. Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения, не оставаться равнодушными. Если вдруг где-то на трассе замечен сломавшийся автомобиль, либо дорожно-транспортное происшествие, если не получается самим оказать помощь, то сообщить об этом ближайшее подразделение полиции. На набережной в Красноярске сломали снежную скульптуру. На что готовы любители фотографироваться ради эффектных кадров, расскажем после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Впервые в Красноярске новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Жилой комплекс «Глобус». Квартиры с улучшенной отделкой по привлекательной цене. Уникальное предложение и регулярные акции на сайте красглобус.ру. Измените свое представление об образе жизни. Жилой комплекс «Глобус». Расширяя горизонты. В магазинах «Яртехника», снегоуборщики, мотоблоги, электростанции, тепловые пушки, котлы, бензопилы и электроинструмент по доступным ценам. Купи товар на 5000 рублей и выиграй 30 тысяч. Розыгрыш 1 февраля. Привет, мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина, ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле 2. Тариф черный. Честно, дешевле. Продолжаем выпуск. Одну из снежных скульптур на набережной Енисея сломали. Неприятный инцидент произошел накануне вечером. Все происходящее попало в объектив камеры «Безопасный город». Женщина решила сфотографироваться рядом со скульптурой счастья. Чтобы кадр наверняка получился, Красноярка перелезла через ограждение поближе к мальчикам из снега. Затем фотомодель присела на снежные санки для эффектного фото. Но они не выдержали и сломались. На место сразу выехали сотрудники полиции. В дежурной части 27-летняя девушка пояснила, что не хотела ломать скульптуру, и это произошло случайно. Здесь, как объясняет девушка, она полностью признает, что она, конечно же, повредила данную структуру. Но она также поясняет о том, что она случайно подскользнулась во время фотографирования. И в момент, когда падала, тем самым повредила структуру. Сотрудники полиции соберут достаточное количество материалов, выслушают всех свидетелей и очевидцев по данному факту, и уже в дальнейшем примут решение. Либо это будет административная ответственность, либо это будет в виде только профилактической беседы. И, как оказалось, это не единственный случай. Например, у ледяной скульптуры в виде викторианского человека уже сломана рука. Стоит отметить, что все фигуры попадают в камеры видеонаблюдения, которые работают круглосуточно и фиксируют все нарушения. Также на набережной постоянно дежурят сотрудники полиции. За любое повреждение скульптур нарушители могут получить штраф в размере от 300 до 500 рублей. То, что мы видим с вами, увы, пример непонимания хрупкости материалов. Кажется, ну что тут такая огромная скульптура, ну это же лед, что с ним станется? Нет, на лед влияет ветер, солнце. И, конечно, мы не случайно уже какой год создаем ледовое обрамление самих работ. В селе Холмогорское Шарыповского района местная семья строит абсолютно круглый дом. Пока собран только каркас и закрытой стеной чуть больше половины сферы, но конструкция уже привлекает внимание. К слову, круглым будет не только жилой дом, но и все надворные постройки. Откуда возникла такая идея, расскажет наш корреспондент. Делается расчет размеров. У нас 13,20 часть сферы, пятая чистота. Сделал больше чистоту, потому что она красивее получается. У этого дома меньше углов, он более круглый. Задумавшись о своем собственном доме, семья Кинг начала подыскивать экономичный и экологичный вариант. Изучив интернет, Анна и Евгений остановились на круглом доме. Землю выделила администрация Шарыповского района в селе Холмогорское. Чтобы собрать каркасы стены, потребовался всего месяц. Сфера сложена из треугольников. Их здесь почти 300 штук. К вниманию людей по соседству Кинг уже привыкли. Называют планетарием. Кто-то говорил, что киргизы в гости приехали. В принципе, да, это где-то в этих местах и зарождалось. Кочевники тоже ходили с такими жилищами. Они практичны, они не боятся климатических устройств. То есть это геосфера. Она выдерживает по расчетам до 8 баллов землетрясения, до 5 баллов урагана. Вот эти ветры им не страшны. Конструкция самонесущая. То есть при любом малейшем там все связано, она все поддерживает друг друга. По расчетам даже до 45% этой конструкции, если будет разрушена, она будет стоять. Анна и Евгений банковские сотрудники и не имеют инженерного образования. Однако строительством занимаются сами, без привлечения наемных работников. В диаметре дом получился почти 12 метров. Высота сферы свыше 7,5 метров. Изнутри стены запенят, а снаружи закроют гибкой черепицей. В доме будет два этажа. На первом разместят кухню, гостиную и две жилые комнаты. На втором этаже будет еще четыре комнаты. К нему не просто хочется подойти, в нем хочется находиться. Уже сейчас он недостроен, то есть только каркас, но он уже притягивает. И вот эта вот теплота, которую чувствуешь, когда там находишься в кирпичных и бетонных домах такого нет. Пока высчитать всю полезную площадь дома сложно. Площадь пола первого этажа составляет 102 квадратных метра. По расчетам семьи Кинг, все строительство обойдется в миллион рублей. Это почти в два раза дешевле традиционного дома с углами. Примечательно, что гараж, баня и теплица на участке тоже будут круглыми. Семья Кинг надеется переехать сюда уже к концу этого года. Александра Репева, Дмитрий Шевцов. Новости. В Красноярской филармонии выступят молодые дарования из Москвы и Санкт-Петербурга. Что приготовили для зрителей приезжие виртуозы, расскажем в третьей части выпуска. Яртехника в Сосново-Борске. Это строительные и отделочные материалы, сантехника, бензо- и электроинструмент. Отопительная техника, снегоуборщики и мотоблоки. Покупай товар на 5000 рублей, выиграй 30 тысяч и другие призы. Розыгрыш 1 февраля. Привет, мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина, ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на теле-2. Тариф черный, честно, дешевле. Вы расслаблены, вы легкие, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как вам? Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение и телекарта. Живите с легкостью. Субтитры подогнал «Симон»! Возвращаемся к новостям. Доступный и удобный театр. Теперь посещать спектакли и концерты Красноярского театра оперы и балета с комфортом могут и люди с ограниченными возможностями. Специально для зрителей инвалидов-колясочников здесь созданы все необходимые условия. На парковке у центрального входа выделены места для автотранспорта и оборудованы пандусы. На первом этаже театра установлена специальная поднимающая платформа, чтобы преодолеть ступеньки в фойе и попасть в нижнюю часть портера. В верхней части зрительного зала организовано пространство для размещения зрителей на инвалидных креслах и их сопровождающих. Здесь одновременно могут разместиться 4 человека на колясках. Подняться сюда, а также в буфеты, расположенные на втором этаже, особые зрители смогут на лифте. А в случае отключения электроэнергии в театре люди с повышенными потребностями смогут спуститься по ступенькам на автономном мобильном гусеничном подъемнике. Всего на это специализированное оборудование было потрачено порядка 3 миллионов рублей. По программе «Доступная среда» Краснодарский опера-балета провел все мероприятия, необходимые для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями наконец-то смогли спокойно, самостоятельно посещать театр опера-балета. Длилось, наверное, все больше года. Сначала мы разыгрывали торги, проводили, появились подрядчики. И на сегодняшний момент театр оборудован, и люди с ограниченной возможностью могут попадать к нам беспрепятственно. Дмитрий Руссу В зале Красноярской филармонии эти артисты встречаются впервые. Им еще нужно многое сделать за оставшееся до концерта время. Сначала дирижер Дмитрий Руссу репетирует отдельно с симфоническим оркестром. Дмитрий по меркам мира искусства очень молодой дирижер. Ему всего 34 года, но он уже руководит академическим симфоническим оркестром в Ульяновске. Он делится. Задача эта непростая, ведь большинство музыкантов ему в родители годятся. Но с красноярским коллективом он хотел поработать уже давно. Когда я ехал сюда, я уже знал, что я встречусь с одним из лучших оркестров в России. У нас не так много вообще оркестров в стране. Поэтому мои ожидания оправдались, и я надеюсь, что завтра оправдаются ожидания публики, которая придет. На это же надеется и молодой московский пианист Андрей Гугнин. К выступлению он готовится вместе с роялем. Пока музыкант разминает пальцы, инструменту придают концертный вид. Именно в Красноярске артист впервые исполнит концерт номер три для фортепиано с оркестром Прокофьева. Рассказывает, давно мечтал исполнить это произведение, но только сейчас для него созрел. Для меня это подпреждение, как концерт, такой восторг. Музыка ведет непременно к какой-то бесконечной радости со всеми какими-то оттенками богатыми. И это не только, знаете, такая глупая какая-то радость, это она полна какой-то и потаенной грусти, и каких-то переживаний. И действительно, все переживания налицо. Андрей буквально проживает каждую ноту. А вместе с ним и Красноярский симфонический оркестр. Услышать и увидеть все это вживую можно будет уже завтра вечером. Но это не последний концерт в рамках проекта «Звезды 21 века». Уже в феврале для красноярской публики выступит виолончелист Сергей Антонов. Руководить оркестром будет аргентинский дирижер. Алина Штокова, Денис Тимошенко. Новости. Сообщайте свои новости по телефону редакции 236-0136. Оставляйте свои комментарии к нашим сюжетам на сайте Ениси.ТВ. Эфир продолжит. Блок полезной информации и прогноз погоды на завтра.